Ну и далее я перехожу ко второй части доклада, также связанной с воздействием на черепную коробку человека, а именно к трепанации. Поскольку она тоже является достаточно загадочной традицией. Несмотря на то, что хирургические операции по трепанации черепа известны с античных времен, тот же самый Гиппократ подробно описал в одном из своих трудов, дал описание подобной операции по трепанации черепа. Но, во-первых, археологические находки фиксируют гораздо более глубокую древность этой традиции. В частности, в близ Лозанна, в Швейцарии, был обнаружен череп с откровенными следами трепанации, который археологи датировали четвертым тысячелетием до новой эры, то есть за три тысячи лет до Геродота. Но такие операции проводятся и сегодня по разным медицинским показаниям. Однако удивление вызывает не это, а тот факт, что эта традиция, судя по археологическим остаткам, выходила за рамки разумного объяснения с точки зрения медицинской необходимости. Потому что количество трепанированных черепов в различных частях света превышает возможность объяснения этой традиции исключительно в медицинских и хирургических целях. И находки таких трепанированных черепов опять-таки встречаются в различных частях света в Египте, в Месопотамии, в Индии, Китае. И археологам известны египетские находки середины третьего тысячелетия до новой эры, которые свидетельствуют о том, что древнеегипетские врачи владели уже методикой такого хирургического вмешательства и осуществляли такие операции по трепанации черепа. Однако в Египте такие находки единичны. И уровень современной, наше знание о уровне древней египетской медицины не вызывает сомнений в ее высоком именно уровне, судя по и по археологическим останкам, и по сохранившимся медицинским трактатам. Однако мы теперь все-таки вернемся в новый свет, а именно на территорию Перу, по острову Паракас. Вот как раз серия черепов, которые были выставлены в музее Хулио Телли, которые происходят с некрополи Паракаса. Как вы видите, здесь, во-первых, все черепа представлены со следами трепанации, причем не единичной. Это раз. Во-вторых, многие черепа имеют при этом и кольцевую деформацию, то есть удлинены. В свое время в интернете появилось такое мнение, что вот в Перу эти две традиции не пересекались. То есть, либо делали деформацию, либо делали трепанацию. Однако археологические материалы показывают совершенно прямо противоположные свидетельства. И на разных могильниках Паракаса черепа с трепанацией составляли от 40 до 60%. Это вот то, о чем я как раз говорил, что никоим образом не может свидетельствовать в пользу, ну если практически каждому второму человеку знатного рода трепанируют череп, то, в общем, трудно объяснить медицинскими потребностями. А на одном из могильников Паракаса, не помню там, В или С, количество трепанированных черепов составляет 80%. Практически поголовно. И в древности были известны несколько типов трепанаций. Вот здесь на фотографии их видны. Значит, основное это было вырезание части черепной коробки, кольцевой или, как мы увидим дальше, квадратной или прямоугольной. Было тип высверления, то есть по кругу перфорация, а потом вынималась крышечка. Или же попросту тупым соскабливанием. Причем, судя по диаметрам этих отверстий, дырок в голове, опять-таки это не служило медицинским целям, потому что средний диаметр таких отверстий составляет 4-5 см, но есть и 7-8 см, то есть общая площадь вынутая достигала практически 80 квадратных сантиметров. И человек после этого оставался жив. Причем, антропологи могут об этом судить однозначно, потому что, как видно на этом черепе, как и на других, если человек остается жив, кость начинает восстанавливаться и зарастать. Если человек после операции умирает, то дырка не успевает зарасти. Как мы видим на примере выставленных здесь черепов, большинство людей, которые подверглись такой операции, продолжали еще спокойно себе жить. И, причем некоторые получали не один и не два раза. То есть вот на этом черепе, который не удлинен, хорошо видно, что это 2 разновременных отверстия, одно только начало зарастать, а более раннее уже затянулось процентов на 30. То есть здесь, конечно, трудно судить о скорости регенерации костной ткани, но явно, что речь идет не о нескольких месяцах. И вот череп практически с заросшим отверстием, которое 6 сантиметров в диаметре. После операции, это тоже известно по археологическим остаткам, отверстие в черепе закрывалось, как правило, бронзовой пластиной, реже находки более редкие, хотя, может быть, у черных археологов и более обильные, с золотой пластиной или же куском высушенной стенки тыквы, горлянки, из которой делались сосуды, не только в Новом Свете, но и в Африке, и на нашей территории. Прекрасный продукт, а также высушенная является емкостью для сосудов. Вот пример прямоугольной трепанации, инструменты, причем очень примитивные, которыми такая операция проводилась. То есть это, они находят достаточно в большем количестве. Это бронзовые ножи, до лодца, костяные инструменты, типа вот таких пронизок, и ножи или шире из обсидиана. Обсидиан это вулканическое стекло, которое имеет потрясающими свойствами, и, в частности, насколько я знаю сейчас, в целом ряде европейских клиник используют обсидиановые ножи для проведения хирургических операций, потому что режущая кромка у них более тонкая и острая, чем у инструментальной ткани, стали, которую используют для изготовления хирургических инструментов. Вот тоже пример прекрасной сохранившейся черепа с огромными отверстиями и с волосами. Как вы видели, трепанация осуществлялась на различных участках человеческого черепа. То есть большая часть приходится на теменную кость, на теме, но не точно по центру, а со смещением. Есть лобная, есть трепанация смещенная, есть височная, более редко встречающаяся, и даже затылочная. То есть установить основную тенденцию по месту нанесения, проведения такой операции на сегодняшний день крайне сложно. Вот еще один череп с практически заросшим отверстием. И бронзовые инструменты, в которых примерно полторы тысячи лет, которые также прекрасно сохраняются в пустынях этих океан, в океанской побережье Перу. Это вот из музея в Ла-Пасе, экспозиция тоже, начало зарастать темяное отверстие, и представлен здесь бронзовый нож, который использовали древние народы Ант. Что удивительно, несмотря на то, что культуры населения центральных Ант, начиная уже с рубежа новой эры, освоили металлургию бронзы, это гораздо более сложные процессы, чем металлургия железа. И это металлургическое производство достигло очень высокого уровня. Почему-то у народов древних Ант не использовались ножи, привычные для нас прямой формы. То есть у них именно полукруглые ножи, которые на языке кечу называются туми, или ножи полукруглые, овальные или приближенные к ним, но не прямые. Удивительный тоже феномен древних цивилизаций центральных Ант. Современные реконструкции по проведению операции на черепы, как хорошо известно, медикам на коже головы человека крайне практически нет нервных окончаний болезни, поэтому и сегодня трепанация черепа проводится при местной анестезии. Если медики есть, поправят, но во всяком случае, насколько мне известно, очень глубокая анестезия для проведения таких операций не требуется, не сейчас, не требовалось в древности. Вот тоже череп из Ахаки, я упоминал, где находился памятник ритуального, ритуальный центр Монте-Альбан, и где были тоже найдены костики с удлиненными черепами. Также на территории Мексики практиковалась трепанация, и вот на этом черепе мы видим остатки четырех, если это не пятый, также заросшие. Вот три здесь, три наверху лобной доли. То есть, опять-таки, объяснить такое, кстати, вмешательство в деятельность черепа медицинскими целями крайне затруднительно. Вот редкий пример по открытию, так сказать, третьего глаза. Дело в том, что наш отечественный психофизик, психовизиолог Гримак считал, что трепанация, которая делалась на левую височную кость, и которая была распространена, как мы видели, среди народов Перу, осуществлялась для подавления деятельности левого полушария мозга, и для усиления, соответственно, правого, активации правого полушария, то есть, опять-таки, для введения человека в состояние измененного сознания, ну, и для усилия, усиления образного мышления. Тут, как бы, очень, так сказать, несколько версий можно предположить, однако, хорошо известно, что у древних народов Америки существовали и более, так сказать, менее кардинальные средства для достижения этих целей, то есть, это использование растительных психоделиков, различные способы медитации, которые позволяли, так сказать, входить в состояние измененного сознания и даже приводили к трансформации психики. Зачем требовалось такая, в общем-то, серьезное вмешательство в черепную коробку, ну, мне трудно предположить. Может быть, ну, разве что единственное объяснение, что это делалось для жрецов-знахарей, чтобы они постоянно пребывали в состоянии измененного сознания, а не пользовались такими, так сказать, практиками, медитативными или психоделиками, а постоянно пребывали на грани двух миров. Но это только предположение, пока череп, так сказать, не разрежут, трудно, так сказать, убедиться на собственном опыте. И что интересно, что вот после исчезновения культуры Паракас в первые века новой эры, как это датируют, эта традиция трепанации на территории Перу резко сокращается. То есть, она фиксируется в последующей культуре Наска, но не в таких объемах. То есть, как и в случае с деформацией черепа, традиция трепанации носит узколокализованный характер, вот таких отдельных очагов, разбросанных по миру. То есть, ну ладно, трудно, то есть, объяснить, почему она не распространялась, потому что, ну, в отличие, так сказать, от случаев с деформацией головы, писемных свидетельств периода освоения конкисты нового света, связанных с обычаем трепанации, до сегодняшнего дня не сохранилось. В свое время советский публицист Всеволод Овчинников, может помнить, наверное, такого, писал в своей книжке Вознесение в Шамбулу об интересном обычае, существовавшем в Тибете. То есть, он был связан, опять-таки, с трепанацией черепа именно в области над, по центру над бровью с целью открытия третьего глаза. И вот такие черепа, хоть и редкие, известны и на территории Нового Света. Собственно говоря, вот то, о чем я хотел вам сегодня рассказать. Вот редкий случай затылочной репанации, даже сверления парочка дырочек. он встречается на черепах Перу и принципиально отличается от того, что мы видели перед этим. Возможно, как раз вот это легко объяснить в целях медицинского необходимости. Вот, собственно, я на этом закончил. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, да. Вопрос такой, а вот когда находили эти черепа, там, допустим, внутри них или рядом не находили какие-нибудь посторонние предметы вот такого типа, например, остатки трав или, допустим, какие-нибудь кристаллы, камни, которые у нас считаются драгоценные, или, допустим, что-то вроде металлической проволочки или каких-то металлических иголок? Ну, насчет трав я не могу сказать с уверенностью, потому что органик, как я говорил, уже хорошо сохраняется в условиях перуанских пустынь, вот, и наверняка проводились палеоботанические исследования на эту тему, американцы это очень любят, но я не встречал конкретных публикаций, которые бы описывали состав вот таких снадобий, то есть, палеоботаники пишут о том, что там зерна кукурузы, или даже початки, остатки хлопка, или зерен хлопка, других, то есть, сельскохозяйственных растений, а вот по поводу, скажем так, магических сборов, я информацию не встречал, то же самое по поводу иголок, и тем более проволоки, то есть, есть, там, по-моему, на фотографии не было, есть то, что у нас называются фибулами, то есть, это крупные булавки, могут быть вот 30 сантиметров длиной, вот, которые во множестве находят в погребениях этих культур, причем они бывают из бронзы, из серебра, из даже золота, но их функциональное предназначение однозначно сегодня установить сложно. Я просто почему спросил, вот тут я нашел кое-какие параллели, значит, такой вот писатель есть, английский, Холин Уилсон, вот, у него ряд очень интересных произведений, правда, ну, зачастую в художественную литературу он вплетает очень интересную информацию, ну, связанную с какими-то исследованиями, вот, в частности, он описывал такой вот случай, когда, это уже в современных условиях, где-то 60-е годы 20-го века, используя древние методики, а также наработки, значит, тайного общества Анненербы, это вот в Англии пытались воспроизводить именно нацистские эксперименты, причем это не на каких-то подопытных кроликах, а в качестве экспериментатора был один человек, который увлекался макии и оккультизмом, и был очень такой, продвинутый в этих вопросах, вот, значит, именно шла трепанация черепа в определенных областях, и туда вставлялся, значит, вставлялась такая вещь, вот, типа иголки, но из особого сплава, значит, это нацисты, короче, производили проволоку из какого-то сплава, который они использовали вот для аналогичных экспериментов, вот, причем, значит, вот автор, вот этот, Холин Уилса, но написывает, что, во-первых, ему поставили, ну, тоже провели трепанацию черепа и поставили вот такую вот, ну, так сказать, иголку, и, значит, его нападник, вот, и они потом обменивались мнениями, значит, он описывал, что там были очень странные сновидения, особенно возникал такой интересный эффект, если, например, в руки они брали какие-то археологические артефакты, ну, какой-нибудь камень там, или какую-то находку, ну, непонятного происхождения, то вот после, вот, скажем, вот такого эксперимента они стали вдруг видеть сны, связанные вот с этими находками, вот, то есть, здесь вполне может быть, что не просто высверливали какой-то фрагмент черепа, а, возможно, туда что-то вставляли, вот, какие-то дополнительные предметы, возможно, закрепляли, чтобы это срасталось, вот, и, возможно, вот эти люди действительно у них, скажем так, развивался канал ясновидения, возможно, они могли, скажем, делать какие-то выводы по каким-то предметам, если им, допустим, давали в руки, вот, но это только предположение, то есть, я вот ношу только вот некоторые параллели, причем, на что важно, автор указывает, что это была какая-то очень древняя методика, которая из каких-то там супер-купер-секретных материалов подошла сперва до нацистов, а потом после войны это пытались уже англичане исследовать, причем эти исследования как бы тоже были достаточно тайные, то есть, они широко не публиковали, это как бы для исторного круга людей, вот, но люди это не какие-то алсайдеры, то есть, это не хиппи, которые тоже там известны в 60-е годы себя с ним в мире головы, да, а это вот, значит, если верить Колину Уилсону, например, вот его напарник был какой-то человек, который весьма уважаемый, там, среди лордов, в общем, ну, в общем, какой-то именно крупная шишка вот в этом мире. Другими словами, вот, насколько я понял, Андрей, встречались ли среди вот таких трепанированных черепов какие-то посторонние предметы, скорее всего, внутри черепной коробки, которые, естественно, были неорганического происхождения, что они представляли из себя, там, детекторный приемник или еще что-либо, это не важно, вот, посторонние предметы внутри черепной коробки. Я понимаю, мне ничего неизвестно, я не видел ни в одной публикации и не слышал рассказов, так сказать, очевидцев, чтобы находили какие-то посторонние предметы под дыркой на месте бывшего, так сказать, ну, мозга, естественно, усов. Но, тем не менее, тут имеет вещь, в смысле, имеет значение два момента. во-первых, во-первых, как вы правильно сказали, эти методики пытались восстановить, ну, скажем так, в закрытых коллективах или в секретных лабораториях, потому что управление человеческим мозгом, и, соответственно, его поведением во все века являлось, так сказать, прерогативой государства и соответствующих специальных служб. Это раз. Во-вторых, люди, которые копают или копали, сейчас копают в Перу гораздо меньше данные погребения, могли об этом даже не задумываться и не фиксировать. Это второе. Третье, вот как мне рассказали, то есть, он показывал там фотографии различных музеев в Перу, в Мексике, где вот такие черепа выстрены там, 10-20-30 штук, да, вот мне рассказали историю там, одна переводчица, в Лиме, что там несколько лет назад группа французских журналистов, какими-то там, ну, как всегда понятно, позвоночно-административным методом добилась того, чтобы их пустили в загажники исторического музея в Лиме, запретив, естественно, фото-видеосъемку. Вот они спустились и увидели, что там огромное хранилище, как в фильмах про Индиана Джонса, уставлено стеллажами с деформированными и трепанированными черепами. То есть, их не десятки и не сотни, то, о чем пишется в литературе, или что, что можно увидеть в музее, а десятки тысяч. И, может быть, их кто-то изучает сейчас, хотя, я не представляю, какие-то нужны усилия и время, да, может быть, изучают давно, но для широкой кублики, вот смотрите, деформировали, трепанировали, а зачем, мы не знаем. Все, этого достаточно. Не надо глубоко копать. Еще вопрос. Находились ли рядом с археологическими находками какие-нибудь головные уборы, которые имели какие-то камни, полудрагоценные? Драгоценно известно, что ряд камней имеет психоневрологические свойства влиять на человека. Может быть, эти отверстия делаются для усиления эффекта этих камней в определенном категории людей. Такие доходки находились? Да, есть. Вот, я вам еще раз покажу. Естественно, их находят достаточно большое количество как одежды, так и головных уборов. Вот, но использование минеральных фрагментов, да, или драгоценных камней в головных уборов нигде я не встречал из того, что выставлено в экспозициях южноамериканских музеев. А так головные уборы фиксируются как в произведениях искусства, так и в археологическом материале. В частности, в культуре паракас наиболее типичной была как бы у нас назвали квадратная тюбетейка с хвостиком по четырем углам. У меня, по-моему, здесь нет этой фотографии. То есть, естественно, головные уборы были. Но еще раз повторюсь насчет кристаллических элементов оборудования мне ничего не известно. головные уборы только по форме или они рассмотрены, с чего они сделаны. Сейчас же делают, например, электроны пытаются оживить мозг, и есть варианты, когда прям напрямую хотят оживить, а есть, когда просто делают какие-то шапочки, по которой подаются токи для различных экспериментов. вот эти различные головные уборы, их проверяли на счет того, что, может быть, у них есть какие-то общие элементы, не просто формы, а вот из чего они из материала, из которых они сделаны, металл, может быть, еще что-то такое. Ничего не знаю насчет металлических, большинство найденных, которых мне известно, еще раз повторюсь, головных уборов делались из органических материалов, то есть, это хлопковая ткань, шерстяные ткани из шерсти камелидов, то есть, альпака, ламбикуни, очень популярны были шапки из перьев, причем тысячелетия назад в Андах существовала трансандийская торговля, то есть, на побережье встречаются экзотические перья, там, птиц из Амазонии, в Амазонии встречаются предметы из побережья, то есть, там была такая широтная торговля развита на протяжении тысячелетий, но насчет того, чтобы делались какие-то специальные шапочки, приборы энергетические, ни разу не слышим. можно вопрос тоже? Вот наша фотография, которая у вас представлена, в основном отверстие в виде окружности, и, я так понимаю, по статистике наиболее популярна форма, да? То есть, скажите, современная милиция трепанацию проводит тоже в виде окружности, или все-таки это параллелоган не купит, потому что, ну, параллелоган, ну, параллелоган. Я, честно говоря, не сталкивался с современными, с современной медициной, но думаю, что сейчас это в зависимости от цели операции. Просто на некоторых, ну, даже на многих фотографиях достаточно ровные края, как говорится, ну, такой очень, можно сказать, такой признак какого-то высокотехнологического вмешательства, может быть, более развитой цивилизации. Особенно в случае того, что вы говорите о сокрытии основной части черепов с этими отверстиями, это очень естественно, как у любого мастера, не важно, чем он занимается, медициной, качеством, металлургии, свой уровень мастерства, свой опыт, поэтому в любом предмете, на любом примере, так сказать, древних артефактов или останков мы находим следы работы разных мастеров. Это может быть элементарно показателем степени их умений. Кто-то более грубые, как, допустим, на этом черепе делает надрезы или пропилы, кто-то вообще выскабливает, кто-то вырезает идеальную окружность. тем не менее, принижать, так сказать, мастерство древних ремесленников неправомерно, допустим, сохранившиеся ткани паракаса в 90-е годы американцы любопытные провели замечательный анализ некоторых образцов и выяснили, что плотность ткани у таких парадных образцов на квадратный дюйм, плотность нитей, я сейчас в цифрах не перечислю, но, короче, плотность плетения выше, чем у современной парашютной ткани. А все это изготавливалось вручную. Мастерство, да, безусловно, в Египте много таких уникальных вещей трудно объясним в плане ручной работы какой-то. Но когда идет работа на череп, вам там некогда возиться над каждым. Это надо сделать по-быстрому, чтобы человек не болезло. А куда торопиться, нам это не будет. Не, понятно, что местные отместные... Наоборот, требуется, чтобы человек долго выходил прояснение сознания. Это быстро и наношает. Это не столько вопрос, сколько информации к размышлению. Дело в том, что я посмотрел, способ обработки все-таки несколько грубоватый. Говорит о том, что все-таки по времени это затратные мероприятия. Это не как у современных нейрохирургов. Допустим, современные дрели высокоскоростные какие-то есть аппараты. А это явно долбили вручную. То есть, получается так, если этим клиентам давали какое-то обезболивающее, допустим, травы, какие-то отвары, я не знаю, что им могли давать, то получается, сам процесс трепанации черепа должен был занимать достаточно длительное время. Даже в руках умелых хирургов. получается вопрос возникает, что им давали в качестве обезболивающего и вообще по времени сколько эта операция могла занимать. То есть, так, чтобы, например, этот клиент не ожил раньше времени и чтобы у него не произошел поливый шок. Это действительно очень серьезно. как мы можем это сейчас восстановить на основе останков, в котором 2000 лет? Недалительная операция или сейчас делал? Не вопрос. Наступо, не стойте, не стойте, он в нормальном состоянии. Пожалуйста. Я опознал немного, поэтому я хочу что-то полагать. Сама вот, как я считаю, вот это, я ее называю, например, сменой с интенситета главного года, а вот я не понял то, что я опознал. А какой примерно период занимает значит такая деформация целевого характера на каком примерно возрасте ведь мозг как сказать формируется в известной стойке, а вот череп мозга и что это где-то до 15-17 лет это но это в то время для этого взрослого человека совершенно. Я вначале говорил, что деформация судя по имеющейся фиксированная среди племен 19 века осуществлялся младенчестве. Диев Диоланда писал, что индейцы на 4-5 день после рождения ребенка уже накладывали ему повязки. а конечность срока индивидуального когда на полтора к полугоду наверное по разному году срастаются швы. Я думаю, что это зависит от конкретного народа племени от климатических условий то есть одно дело пустыня другое дело джунгли и катана то есть полутора двум годам уже все формируется и наверное можно двухлетние дети еще с повязками это в Африке по-моему или все-таки в Меланезии. А вот маленьким неделом трепанацией даже проще у меня же кости совсем второй вопрос Мартина когда вы я не видел ни одного черепа мы когда вы показывали значит некоторые фото вы сказали что на каком-то островном значит так вот там до 80 процентов после того как информировали искусственно мост потом еще и трепанец вы сказали про какой-то из островов то есть там до 80 процентов люди были и трепанированы головой я правильно нет я говорил об острове Хайна в Мексиканском заливе где большая часть примерно 50 на 50 были костяки с деформированными головами и про полуостров Паракас где основной материал на одном из могильников до 80 около 80 процентов трепанированных черепов на других смысле в целом на разных могильниках 35-40 процентов деформированных и встречаются черепа которые имеют и тот и другой тип воздействия на черепную коробку по-другому значит вы показали там хороший вид где левополушарное трепонирование проводилось для некой активизации образного мышления человека а в чем в принципе в чем была необходимость и какой был эффект от того что вот скажем скрывали или трепонировали и в чем выражалась предположим после этого активизация правополушарная в чем она дала какую-то целесообразность и успешность в гуманитарных ли науках они бы это увидали какое-то развитие или скажем толчок цивилизации какого-то рода плевня в чем это могло быть вот скажем какое-то превращение я понял вопрос опять-таки отвечал на предыдущий как мы можем установить в чем это выразилось спустя 2000 лет по археологическим остаткам мы же не можем получить видеопленку там или записи исследователей 2000 лет недавности как изменилось поведение у людей потому что если активизировалась левая ситуация левополушарности трепонирована то наверняка это должно было хоть как-то отразиться в культуре или скажем в каких-то артефактах которые мы могли бы потом убедать я вот в чем это говорю понятно что дело вот именно пространство где-то какой-то замкнутый пространство там может быть это в чем-то и наблюдалось но как мы это выясним только по только по произведениям древнего искусства допустим изображены фантастические животные или боги в образе в образе каких-то драконов мы можем сказать что это результат деятельности людей с деформированной головой но это будет просто высказанное высосанное с пальцем мы доказать это не может поэтому увы имея как бы вещи имея на руках только археологический материал без фиксированных наблюдений сторонних наблюдателей или письменных источников подробных мы можем только строить предположение даже не гипотез вот вы говорите о том что как бы сказать что в основном это признаки знати и еще это некий признак ну скажем моды я хочу спросить а вот люди которые в третьем веке занимались как бы улучшением здесь почему они не проявляли скажем такого повышенного интереса вот даже таким вот островным вариантом находок вот таких вот или у них были другие как бы считать почему они не взялись за улучшение своей нации и узнали вот такие артифакты и исторические напоски нет ну почему немцы насколько мне известно всячески пытались улучшать свою арийскую расу вот но материалов от ННР в общем доступе кот наплакал вот у них деятельность была настолько засекреченная что она и сейчас находится под грифом секретно я слышал неоднократно что и у нас лежат папки толстенные которые наши успели ухватить в сорок пятом году и у американцев есть но их так сказать публике на широкое обсуждение никто не предоставляет это передовые научные наработки связанные с управлением так сказать человеком и обществом кто же будет публиковать так только на уровне слухов сейчас извиняюсь пока не уши достаточно далеко я отвечу на пару вопросов коротко по поводу современной трепанации значит во-первых по форме современные назовем это пропилы черепи делают абсолютно любыми то есть это зависит целиком от условно говоря конкретного случая конкретного медицинского случая то есть нужно удалить какую-то опухоль ее локализуют рисуют ломастера на лысом черепе будущий выпил и ее быстро делают значит по скорости трепанирования значит она я говорю о современной древней я думаю не сильно отстает в этом плане хоть в арсенале современных медиков там скоростные дрели но при некоторой доле так сказать умения обсидиановыми инструментами можно это сделать ненамного медленнее значит квалифицированный хирург делает трепанацию за считанные минуты то есть иными словами это не растягивается ну разумеется под каким-то под каким-то анестезией понятное дело но это не растягивается на большое время значит другой пример приведу на западе в западной Европе конкретно существует уже около 15-20 лет движения автотрепанавров то есть людей которые считают буквально что если они себе высверлят дырку соответственно у них там повысится улучшится углубится и так далее то есть вот все ваши фантазии насчет открытия третьего четвертого и прочих голосов связи с иными мирами это вот это это сюда значит самым так сказать хилым из них делают трепанацию их коллеги по этому движению но шиком считается сделать самому то есть это говорит о том что как говорил докладчик что видимо количество нервных окончаний на коже черепа позволяет это вытерпеть ну кому не позволяет вколить себе небольшую дозу местного наркоза так вот делается это примитивными строительными инструментами то есть не хирургическими экспериментальным путем выявлено что лучшее отверстие это 8 миллиметров больше не нужно потому что вы все равно получаете то что хотели как вы получаете это второй вопрос вам кажется что вы подключились к космосу или или правда подключились это что называется решать не мне значит а меньше делать нельзя потому что он это отверстие быстро зарастает так вот люди которые делают себе сами в этом месте я должен сказать фразу просьба неповторяемая перед зеркалом берут дрель купленную в хозяйственном магазине на на сверло насаживают ограничитель чтобы извините не просверлить до задней коробки этот самый себе мозг не намотать мозг на дрель чтобы просверлить черепную коробку чтобы дрель чтобы сверло остановилось так вот сверлиться это буквально за секунды ну кто с дрелью работал по дому по дому по дому точнее тот знает что кость примерно по своей плотности соответствует ну прочному дереву вот как быстро вы просверлить ДСП какой нибудь или дуб хороший пример он примерно так же быстро вы просверливаете и свой человек то есть это делается подчеркиваю умелыми руками очень очень быстро обычно человек не успевает испугаться подробная инструкция еще раз напоминаю не повторяй не повторяй только не умелыми руками а очумелыми руками ну это тоже сами понимаете там надо быть очень истово верующим чтобы себе бошку сверлить у меня все-таки вопрос скажите пожалуйста вот эти археологические находки эти древние методики воздействия на головной мозг естественно наверное изучались в таком инстит komplies тут мозга беркелевый какие они приводили может быть аналогии что просверливают тут это должно будет воздействовать на такие функции мозга в этом месте на такие то функции мозга в том том месте на такие то функции мозга вот такие данные есть какие есть в в который включает ну естественно есть на я этим вопросом особенно подробно не интересовался знаю что 70-х 80-х годов там в нашей стране 19 века и в первую послереволюционные волны так чуть ли не года гражданской войны существовали следовательские институты и группы которые занимались этими вопросами плотно занимались но как они были закрытыми так и остаются закрытыми об их наработках я хочу я слышал как не наука вопрос сфорной карниологии измерение черепа вы как занимается в частности такими вещами оси герой вы вырезали перу брать я понял да скажи когда вы заходит и видеть воды черепа у вас лично ничего особенного не чувствую я по образованию археолог поэтому 18 лет а самка копал до погребения и черепа в руках таскал так что для меня это как бы бывшая это сайт профессия я на них смотрю только со своей точки зрения как у себя дома вообще дома не держу да еще вопрос в курсе что например на территории болгарии это уже недавно в нулевые годы археологи обнаружили его тоже черепа различные формы но насчет удлиненных я не знаю брать не буду но тоже со следами трепанации причем что интересно там тоже значит вот по квадрату вот именно пропины вот то есть даже вот об этих вещах показывали в некоторых телепередачах вот причем значит утверждают что вот эта территория болгарии раньше принадлежала фракийскому царству то есть мы еще и знаем по письменным источником про древнюю грецию да но там я не знаю что то подобное находили или нет а браке было севернее вот мы знаем только что оттуда александр македонский вот но это значит да если верить датировки вот этих фактов это где-то пятый век до нашей эры то есть это до александра македонского и вот оказывается вот тоже черепа так сказать которым проводили трепанацию вот про эти вещи вы не в курсе про болгарские нет но если гиппократ там в конце пятого века до новой эры писал уже трепанации черепов черепа как в общем то достаточно известной операции вот вот на соседние фраке и также самое передняя азия и ближний восток средиземноморье я думаю что это как бы там постоянно шел обмен культуру там и знаниями там все древние греческие философы выдающиеся учились там на территории египта или в палестинах такие вещи я уверен что распространялись по всему так сказать по всей зоне которая охватывала вот античная культура и по ее периферии поэтому вот отдельные находки только как бы свидетельств в эту пользу есть я как бы это извлекали неких демонов из сознания то есть вот какие есть там доказательства может быть записи если правильно помню что в средневековой европе практиковали иногда и трепанацию именно как технику экзорцизма до чтобы освободить человека от злого дух который под черепом там бьется хотя это может быть было элементарно они вреда скажем так точнее элементарно но фотографии этих демонов никого не никто не мне не показали не вы спрашиваете докладчика меня потом спросит пожалуйста докладчик ответит и если надо я добавлю ну современных кстати альтернативич альтернативщиков существует гипотеза о том что люди которые осуществляли удлинение голов а не не трепанацию в данном случае пытались уподобиться небесным богам но это только версия опять таки который имеет право быть высказанным но очень трудно быть доказано потому что изображение древних богов с удлиненной черепами они конечно встречаются но так также на территории современной турции на разрушенных памятниках но опять таки по фрагментов древних скульптур трудно сказать было изображение небесного бога или великого царя то есть археологических материалов которые бы однозначно подтверждала гипотезу о том что это было уподобление пришельцам с неба древним богам на сегодняшний день на мой взгляд нет продолжение этого вопроса только немножко с другой стороны мы много выслушали в каком тысячелетии в той или иной местности возникла эта традиция но просто за цифрами потерялась может быть общая картина мне хотелось бы в идеале увидеть картину как распространялась по миру вот это увлечение назовем это увлечение или мода или тенденция потому что явно она не одновременно возникла это ну как минимум полюбопытно а как максимум можно было бы сказать неважно речь идет о буфологической версии или какой-то иной но можно было бы с уверенностью сказать все эти случаи они носят вторичный характер а первичные то есть возникновение этой тенденции прошло там-то там-то в таком-то тысячелетий вот сейчас можно сходу хотя бы хотя бы так сказать приблизительно сказать где возникла первые упоминания вот он ли удлиненных черепах ну и заодно ушли естественно по трепанации если не одновременно откуда-то шло центр этот или не центр но некая точка на земле может вопрос дорога во первых здесь в первую очередь нужно учитывать что для попытки реконструировать единый или наоборот независимый центр происхождения черепов нужно первую первую очередь опираться на массовый материал потому что как я говорил нашли там череп который датирует 12000 возрастом 12 тысяч лет но одна находка с 1 датировка не может быть принято как достоверная массовое появление традиции фиксируется в двух основных очагах и это перу мексика в новом свете и великие степи и прилегающие территории в старом свете и это датируется примерно серединой второй половины первых тысяч лет и нового по всем то есть сегодня как бы принятым историческим теориям население старого и нового света в период не контактировала хотя я с этим не согласен но тем не менее как бы в академической науке да они на лошадях вряд ли пересекли архитический океан вот это несколько затруднительно самые первые появления достаточно массовые это мексика альмеки второе тысячелетие до и омская область южная сибирь второе тысячелетие до но опять-таки два не связанных с собой очага и делать из этого какие-то конкретные выводы я бы не осмелился попросту потому что недостаточно материала и слишком разные концы света в мексике гораздо больше археологов копают на ямале они не копают на северном мурале они не копают и там находят таких нет как это можно сравнить совершенно разные еще и во время я задал когда задал вопрос я понимаю что это очень серьезная тема и хотела услышать хотя бы просто осторожный ответ но я даже надеюсь на ответил как осторожно до первом приближении годится но я надеюсь через некоторое время я получу более конкретно все-таки имеющегося материала доступного для исследования на мой взгляд категорически не хватает для ответ для таких сложных среду вопросов потому что действительно они протянуты как говорится товарищ клейн говорил секс секвенции по времени и и в пространстве даже вода никто не спорит но на самом деле вот этим вопросом я где-то попытался ответить на предыдущий вопрос вот как только мы будем знать вокализацию и время тогда и стоит говорить откуда пошла мода условно говоря прилетели космические гости и внушили новый элемент моды или там какое-то иное было событие не связано с пришельцем в любом случае вот от чего надо писать естественно дело в том что это касается вообще в целом древние древней древней древнейшие истории и археологии что принципиальные вопросы то есть кто мотку да вот то есть выявление первоначального очага его локализация во времени и пространстве одна из самых важнейших самых сложнейших и чаще всего неразрешимых загадок чем дальше в лес тем меньше дров в данном случае может быть говорить недостаточно что вот есть значит эти черепа может как раз обретать нельзя нельзя потому что археология это не какая-то на научная дисциплина открывающий последний если мы возьмем население там 30 стран подойдем к 3 5 человеком и спросим вы за кого за ленина или за сталина а потом на основе этого сделаем вывод что население старого света голосуют за сталина вот то же самое с археологическим объемом материалов как вы правильно сказали вот у нас 33 четверти страны не подлежат с эти археологическим исследованиям ну не три четверти половина до силу климатических условий в той же сибири да там находят какие-то стоянки разного времени эпохи каменного века и эпохи освоения но их настолько мало изученных памятников что в общем то в археологическом плане у нас ну да две трети страны это белое пятно в плане древности насколько я знаю центральные в южной америке находили очень много следов кровавых жертвоприношений вот а вот конкретно вот по этим культурам там где находили трепанированные черепа что все-таки говорит о каком-то мастерстве вот там вот в этих же слоях по тому же времени скажем так находились следы кровавых жертвоприношений или нет или это совершенно другая культура где вот такие вот жертвоприношения не проводились но применительно культурам перу нас к более ранее они не отличались особенной с их кровожадностью хотя судя по произведениям искусственной культуры нас которые там живет в пустыне нас к рядом с полуостровом парада существовала в середине первого тысячелетия новой эры они были достаточно воинственного не существовал культ трофейных голов очень-то распространенный не только в америке когда голову врага отрубали пробивали тоже дырку как правило во лбу и на веревочке к поясу подвешивали как бы воины на всяких церемониях вот и посадь исполняют их ходили ритуалы танцы вот но называть это кровавыми жертвоприношениями это трофе хэд кальт как говорят американцы то есть голова врага его и скифы практиковали насколько это известно из письменных источников из ароматы и скальп они тоже снимали что вы имеете под кровавыми жертвоприношениями то есть это работа с магией крови это по археологическим материалам установить невозможно для этого нужны изображения на различных предметах древнего искусства которое имеется допустим в мексике но в перу таких нет нет я просто предполагаю что если были такие сложные террористические операции скорее всего это было как было общество в состоянии стабильности вот то есть которая допустим не пыталась набегом врагов то есть либо она была изолирована либо она может быть вело какие-то наступательные угонья на внешних рубежах вот а это как бы допустим проводилась в центральной части страны возможно такие операции вот здесь вопрос все таки вот вот такие сложные операции выживались вот с варварством как вот допустим у ацтеков там мая вот когда там не знаю на пирамидах там рубили голову пускали кровь и а вот или же здесь все таки была какая-то пособленная культура где вот именно такие вещи не применялись я еще раз говорю если мы говорим о культурах перу вот то в тех нас эти памятников древнего искусства которым неизвестно таких ритуалов как мексики не зафиксировано я прошу прощения последний вопрос я уж опоздал у вас там хорошие есть фото связанное человек с каким-то робом я просто хотел уточнить а вот это то где предположим вы увидели вот в аналогах у нас есть там такая вещь кроме деформации еще и срока я хочу понять откуда делается откуда исток откуда скажем вот эта идея взращивание рога на честь беды человека вот несколько и иная тема да насчет взращивания недавно буквально пару недель назад тоже попался сюжет про то ли китаянку то ли жительница тибета бабушка дал который козий урок вырос 19 веке в европе было зафиксировано несколько случаев основал женщин когда росли рога на человеке но я не знаю ни одной работы касать научный который бы могла бы этот феномен объяснить тем более что для этого как бы в общем то нужны подопытные не кролики а люди с рогами но поскольку это фиксируется вплоть до сегодняшнего дня мы просто можем удивляться и определять новые пути для исследования человеческого организма и его связи это с окружающим миром раз уж врага растут на башке наверное не случайно а там наверно важно еще именно из какой области черепа они растут то есть какая часть мозга соответствует вот этой проекции на затылке я не видел нет дело в том что вот по крайней мере из доступных мне материалов вот известно значит рога которые растут на аналогично как у быков и оленей это допустим верхняя часть черепа на две сочные сочные доля значит и еще вариант на лбу когда единственный рок вот типа как у носорогов или там мифических животных единорогов вот он еще такого типа на рост и вот чтобы например из затылка росли или еще где-то там допустим в районе ушей здесь трудно сказать может быть это всего лишь украшение может это не анатомическая деталь хотя вот кстати я видел фотографию одна женщина кстати из города кривой рог это еще в советские времена вот у нее действительно значит выросли рога причем напоминающие вот как будто овец вот они значит закручены и значит она их прятала правда всегда под своей прической но тем не менее вот она дожила до старости там до 80 с лишним лет фотографии было когда я волосы раскрыли именно вот реальная рога вот черепа 8 рога человеку жить не мешают только там с точки зрения мнения окружающих нет женщину не мешает мужчине такой вопрос классика жанра считается что вот удлиняется череп с помощью обвязывания по диаметру головы чем чем-то на некоторых черепах видим что при этом как бы диаметр уменьшается а верхушка удлиняется то есть видно что объем черепной коробки где-то в полтора раза больше становится просто в моем представлении например что даже когда череп реформируется объемы должны оставаться прежним они увеличиваются в объеме еще раз продолжение а вот из имеющихся черепов там все делали какой-то классификацию все они действительно деформация была или были какие-то такие по природе своей черепа я не знаю ни одной отечественной не иностранной работы которая была серьезно была посвящена проблеме изучения деформации именно с точки зрения клавиша классификации вот кроме там нашей работы жира нашего которая упоминал в докладе 60 лет назад он писал об этом 70 уже не знаю то есть не то что появляется в интернете периодически там взяли днк удлиненного черепа сделали анализ оказалось что это не человеческая днк я честно говоря такими чем журналистские ученики статус анатомический кость растет там где есть еще открытый зонорост и если ее перед направить чуть вверх да тут она так сказать быстрее закрывается а вверх просто может быть дольше расти просто за счет того что больше существует открытый зонорост и поэтому по моему статью больше здесь серьезные медицинские основы а можно вот более подробно фотографии показать мне кажется тут кое-что было если вот один из аргументов вот тех есть круг исследователей которые не считают что эти черепа искусственно удлиняли а это какая-то была возможно параллельная раса на земле вот один из аргументов дело в том что есть кости скажем так костные швы которые расступны примерно расположены под углом 120 градусов вот вот такая вот конфигурация примерно то есть если бы череп искусственно удлиняли такой рисунок скажем на такие швы получить невозможно вот причем там особенность такая что это значит там на линии извилистая шов идет по извилистой линии то есть не совсем по прямой то есть вот есть фотографии как он черепа чтобы именно крупным было видно было именно шоу есть конечно не на просто сагитальные швы они могут вообще зарастать могут оставаться а здесь нет я тоже на этого на это еще не по 120 не заделали в этом здесь вот имеется между двумя лобными долями совершенно отчетливый сагитальный шок а здесь его попросту нет он остается только вот на теменной части я консультировался насчет этого труда в медицинской наук он будет но все это зависит от индивидуальных особенностей организма у кого-то зарастают у кого-то нет и вот здесь еще обратил внимание что этих черепов отсутствует нижней челюсти кстати подобную же вещь мы видели в нальчикском краеведческом музее когда удлиненный череп без вот этой нижней скажем так без нижней челюсти вот знающие люди мне сказали такую вещь оказывается человек который имеет медицинское образование особенно специализация там области патологоанатомии или нейрофизиология вот значит может по нижней челюсти сказать что это не принадлежало человеку нашего типа потому и так сказать в музее не выставляют выставляется черепа без нижней челюсти вот пожалуйста скажешь здесь я смотрю здесь все таки они теряются они видели что там вот именно другая форма не вот именно нижней челюсти то есть отлично я честно говоря первый раз такое слышу я слышал от доктора медицинских наук что по внутреннему своду черепа по наросту можно определить у женщины сколько раз она была беременна сколько раз родила но нельзя определить как у нее изменилось поведением результате деформации или ров некоторые тоже меня психику по сурову фиксируется по поводу челюсти есть заболевания хранигалия когда она нарушается гормональная форма гормон роста и личная челюсть личные стопы могут быть ну да и это просто как заболевание пожалуйста все все с челюстями просто через она может быть более грацельные тогда разрушается быстрее чем кости свода ну вот я сам стал после неоднократно на погребениях у одних прекрасно через сохранившиеся зубами раздавленная под тяжестью земли коробка черепа а у других костяков наоборот рассыпавшиеся в крошку челюсть это элементарно может зависеть от давления массы в погребении как голова повернулась все там где нагрузка выше там часть черепа раскручивался в музее кто будет ставить костную муку что сохранилось то и поставили так что здесь очень заболевание сразу заточить такие вот деревяшки или там какие-то агитования где-то не отчасти еще не внушу шутка вот уж мне нет я ничем за мозг круга еще формирующийся нет ли вот этого влияния потому что если скажем как известно травма мозга они всегда приводят темы на изменениям и поведение человека и линию и всех остальных физиологических процессов ведь в кончик даже фильме четыре месяца когда там сказали что мозг может выполнять какие эффекты я просто говорю вот о чем вмешательство ребенку который только-только начинает формироваться процессом и вдруг идет такое место нарушения доктор медицинских наук прекрасный специалист виктор николаевич за один он свое время писал статью про деформированные черепа я целиком согласен как бы что человек не может ответить на вопрос если он не там три-четыре десятка младенцев не деформировал головы да и не пронаблюдал на протяжении хотя бы 10-15 лет но на чем строить это предположение когда мы говорим о право полушарном воздействие то в условиях такой травмы нейрофизической травмы в принципе возможности человека потом в действительности могут изменяться очень период и вот в этом смысле если младенец это еще только лишь во первых он живет еще по наследственной информационной как бы сказать так основе но если его подвергает резкий такой тогда мы действительно могут открыться другие возможности ну и на естественно эту кого-нибудь нейрофизиологической гипотезы основано что этот владель во младенчестве идет трансформация формы обеих полушарий обоих полушарий естественно приводит к различным последствиям вот такой сами правильно сказали никто не может сказать какая конкретная травма каким конкретным изменением придет приведет к психике или нейрофизиологии человека конкретного но если люди в древности делали это в таких массовых количествах значит это не вряд ли было только дань море потому что это связано с с возможностью летального исхода с изменением психики и если как бы подточить зубы или проколоть себе нос ставить кольцо или ухо это в общем-то достаточно безопасно для для жизни травмировать голову поэтому я и склоняюсь сильно к этому предположению что все-таки это было не уподобление мифическим божественным предкам а в первую очередь стремление к изменению нейрофизиологии головного мозга и соответственно трансформация психики в определенную сторону ну вот наверно все больше вопросов нет спасибо большое спасибо ну я напомню следующий раз мы здесь встречаемся через неделю там какого-то чего не помню и еще хочу при желающих пригласить в эту пятницу с 17 часов здесь будет проходить ночь музея или библия по-другому здесь имеется ввиду здесь музей если хотите приходите вот остальные новости по ходу дела будем о библии наверное на сегодня все всем спасибо спасибо спасибо